Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Георгиев Тревел. И мы продолжаем путешествие по Праге. И сегодня мы отправились на сладкую экскурсию, а именно в магазин куда? Магазин с шоколадом. Правильно! Точнее, это не просто магазин, это целый музей шоколада. Знаете, это то самое место, Чокотопия. А здесь можно посмотреть, как готовят шоколад. Но что, как сложно было добывать шоколад. А это Джеки Чан. Посмотрите, какая была Аленка. Приготовили прям конфеты при нас, и сейчас мы их пробуем. А в Коста-Рико, Вьетнам, Педро Дальварда Кантера. И пили в основном вот такие персоны. Любая история, такая же, как и история шоколада, в первую очередь, конечно же, это и люди. В таком формате вы точно это не видели. Так что пойдемте вместе посмотрим, что здесь есть интересного. Смотрите, здесь не все так просто, как говорится. Здесь достаточно интересно вот чем. Здесь раньше был музей войсковых фигур. Сейчас здесь все переделали. И здесь остается вот что. То есть, есть здесь зона, где магазин. Есть здесь, где кафе. Есть здесь всевозможные развлечения, виртуальная реальность. На втором этаже есть полностью сам музей истории шоколада. И, в общем, много-много чего. Давайте посмотрим все места, все экспозиции. И вы сами увидите, как здесь реально интересно. Здесь вот есть различные такие, как магазины. Мы в музее шоколада. Ну и вот уже сразу на входе есть вот такой жандарм. Узнаете, кто это? Вот это да. Давай, Соня, сфотографируй. Это центр, мы сейчас пообщались с управляющим, реально подходит для семейного отдыха. Это центр семейных развлечений. Это не просто магазин шоколада, где можно зайти посмотреть всевозможные шоколады, его купить. Заходим. Сейчас пойдем на второй этаж. Там находится непосредственно сам музей шоколада, где как раз рассказана история шоколада. Смотри, кто это? Это монстр. Это бам-бамба. Ты боишься его? Это монстр из камня. Монстр из камня. Каменный человек. Гурием. А как его построили? Как? Ну, его слепил какой-то раз. Ты думаешь, что-то чоколок не попал. Ну, вот здесь сразу на входе в музей есть дегустация шоколада. Все возможно. Вот здесь Бельгия есть, Коста-Рика, Вьетнам. То есть он по форме вот такой. Это, скажем, стандартная форма шоколада. Можно здесь прямо на входе покрутить. Вот так. И попробовать любую шоколадную монетку. Смотри, Лисейка. Это какао-бобы. Это вот так вот растет шоколад. Ты знал? Ну, как вы знаете, шоколад производится из шоколадного дерева. Оно вот вырастает, растет, плодоносит. Здесь в музее как раз можно посмотреть все, как происходит. Вот оно непосредственно само зерно шоколада. Это, скажем, вот тот плод, из которого делают шоколад. Понимаешь, что вам? Вот там берут вот эти орешки из него. Добывают, вытаскивают. Смотри, иди сюда. И вот так вот, вот так вот все это берут, вот такие орешки, перемалывают. И получается шоколад. А вот здесь можно, так понимаю, посмотреть, как цветет шоколад. Это зерночко, как оно цветет. Вот маленькое зерночко. Потом вот такое. Там такое. Это из таких листочек, которые вырастают. Целое дерево. А это у бобы. Вот они, да, все правильно. Вот такие шоколадные. Пока у бобы вырастают. Вот, все правильно, их так собирают. А как дальше, что делают с ними? Пойдем посмотрим. Это у нас франшер в Мексике. Чокотопе. А это что такое? А это аппарат древний для перемывки сахара. Супер. О, как красивая, зеленая, зеленая и красная. Точно. А это печь, да? Это печь настоящая. Это, видимо, великий путешественник, который ездил и для того, чтобы добыть шоколада нам. Зовут его Педро Дальварда Контерос. Испанский капитан Дальнего Плавания, который привозил какао-бобы в Европу. Наша земля. Вот, смотри. Это его мешают. Это его толкут. Это вот такая штучка. Берут его, смотрите, такая тяжелая. Вот так, оп. Здесь очень классно совместили экспозиции. То есть, как все должно быть, да, вот производство шоколада, как оно было. Какую там использовали посуду, как использовали его. Для приготовления. И в том числе, вот, смотрите, сделали восковые фигуры в этот микс. В этом музее. То есть, вот, дама пьет какао. Очень все здесь интересно. Здесь все, вот, как приготовили шоколад, как его вырастили. Все вот вместе совместили с такими замечательными восковыми фигурами. Это не просто, как говорится, посмотреть на восковые фигуры. Но и можно их вот в интерьере с людьми посмотреть. Потому что любая история, такая же, как и история шоколада, в первую очередь, конечно же, это и люди. А во вторую уже шоколад. То есть, как это все добывалось, как развивалось. Это сейчас для нас все очень просто. Мы берем плитку шоколада, кусаем. А здесь как раз можно проникнуться этой историей. Сейчас все, что есть из шоколада, мы спокойно едим. И также даже пьем какао. Одевай, папа. Одевай. Одевай, папа. И мы превращаемся. Проваливаемся сквозь время и попадаем в древние времена, где носили вот такие замечательные парики. Да? Мадам, что вы будете? Мадам Газель, вы будете какао? Чего изволите, сударыня? Мы изволим какао. И так оно появилось здесь. Семен, вы из какого века? Вот в таких формах подавали какао. Чайнички всевозможные. Тоже уже была культура питья какао. И поэтому создавалась специальная посуда, как видите. Всевозможные чашки, кружечки с блюдцами. Все, чтобы было красиво. Потому что подавалось это, скорее всего, не скорее всего, а точно. Раньше только тем, у кого была возможность пить какао. Это был дорогой напиток. И пили в основном вот такие персоны. Вот такие персоны. Какао-бобы привозили в различных формочках. Это были подарочные наборы, как и сейчас. Смотрите, и раньше также были подарочные наборы. Вот посмотрите, а сейчас мы подходим уже к более современному искусству. Это упаковка шоколада. Эта упаковка была давно. Здесь, видите, есть старинные упаковочки. Смотрите, в том числе на русском языке. Сладкие плитки, привет. Буратино, конек-горбунок. Если, может быть, даже кто-то такие шоколадки помнит. Аленка, смотрите, какая была Аленка. В общем, вот такие были раньше упаковки шоколада. Идем дальше. А смотрите, вот здесь можно посмотреть. Сладкие плитки. Смотрите, ну погоди. 8 марта была. Чайка. Смотрите, здесь целая коллекция шоколада и шоколадных упаковок. Смотрите, а вот здесь как раз формы, в которых готовили шоколадные фигурки различные. То есть, как и сейчас делают фигурки шоколада. Раньше тоже сразу начали делать фигурки всевозможной шоколада. Вот здесь есть вот такие мальчики. Скажем, похожи на Деда Мороза. Яйцо. Ну, много чего. Да, фантазия не знала границ. Здесь вот такие слоны были. Вот детки, монетки, петушки и так далее. Настоящий шоколад. А здесь даже настоящий шоколад, да? Вот сейчас, конечно же, это делается из такого полимера. Раньше было металлические формы. А вот это настоящие какао-бобы. Смотри, Соня, из них делают шоколад. Из какао-бобов, смотри. А это вот они так вырастают. Вот здесь их складывают, достают. А потом вот из них получается вот такой шоколад. Ну, конечно. Смотри, какая плитка шоколада огромная. Вот это да. А вот какао, порошок, какао. И вот здесь есть отдельная комната, где можно посмотреть, как все-таки делается производство шоколада, да? Целый фильм. Пошли, посмотрим, как готовят шоколад. Здесь сейчас дальше есть школа шоколада. Мы можем посмотреть, как готовят шоколад. Вот мы здесь. А здесь можно посмотреть, как готовят шоколад. То есть прямо при вас его приготовят. Вы можете увидеть, как готовят бельгийский шоколад. Также здесь проходят воркшопы. Можно поучаствовать самому и создать несколько конфет шоколадных. здесь прямо прямо в этом месте тоже интересное место весел скажем вживую все онлайн здесь можно посмотреть как готовят шоколад очень даже интересно сейчас готовят конфеты бельгийские в общем он рассказывает что сейчас приготовить как дальше сделать потом охлаждают и вот так получается конфеты вот смотрите смотрите монстры конфетки получаются это у него работа, я понимаю счастье, каждый день встречаться с шоколадом ну вот и готовы конфеты попробовать хотите конфетки? иди скорей Сём, попробуй ну как вам конфетки? вкусно? ну вот приготовили прям конфеты при нас и сейчас мы их пробуем ну вот все собираются а мы что-то так напробовали шоколада что мы сидим и ждем когда нас еще угостят шоколадом очень вкусный правда и белый молочный и горький шоколад прям очень понравились конфеты здесь кстати каждые полчаса проходит такое шоу на котором вас обязательно угостят очень вкусным и классным шоколадом и дальше мы продолжаем осмотр этого замечательного музея где будут легенды легенды кино искусства и так далее это музей восковых фигур мы с вами в музее восковых фигур он же находится в музее шоколада а это джеки чан кто там вот это да это кто это настоящий каменный монстр как настоящего то он говорит это кто водяной что то такое кто-то артисты все что выпьем кофейку да сколько людей да соня пойдем в тайную комнату и сюда вернемся вот она тайная комната смотри все задания в общем чтобы попасть в тайную комнату нужно отгадать здесь все-все загадки и тогда она откроется вон она принцесса точно исчезла но она откроется только для нас но не на камеру очень страшная и таинственная тайная комната поэтому обязательно пройдите здесь квест и попадите в эту комнату ну а здесь мы в политической комнате но нашего президента здесь к сожалению нет вот мы вышли отсюда с этой замечательной экскурсии музея попали в сауну торговли где можно купить эти сладости и конфеты и все 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 что можно ухты когда классно здесь много много интересного можно купить вот мы купили такие рамки классные они очень даже не дорогие всего стоят 44 кроны ну как вам чокотопия ну и как же не купить после такого классного музея представление какие-то сладости ты выбрал хорошо нам очень понравилось чокотопия ну что дорогие друзья резюмируем по чокотопии в общем это очень классное место для семейных развлечений десять реально очень круто здесь есть море шоколада все что с ним связано из истории шоколада а также здесь можно посмотреть восковые фигуры в таком формате вы точно это не видели я рекомендую сюда прийти и посмотреть именно этот формат вот такого музея шоколада чокотопия ну что с собой купитель степен я рекомендую взять вот такие наборы здесь при каждой акции и три штуки покупаешь одну дают в подарок ну или можно взять вот такие шоколадки все что стоит вот в этих рядах абсолютно все что угодно вы можете купить по этой акции вот эти самые медальоны шоколадные монеты которые на входе вы пробовали в музее так что здесь их можно после этого музея сразу прикупить вот различных вкусов так что рекомендую как его найти достаточно просто с одной стороны он находится в центре города обязательно под этим видео я укажу ссылку как сюда добраться как он называется смотрите вот такая вывеска чокотопе может быть сразу и не заметите но уж точно не пропустите здесь расположены восковые фигуры их фото поэтому если вы будете мимо знаете это то самое место ну а так в общем подписывайтесь на мой канал оставляйте лайки все ссылки оставляю под видео всегда специальные цены всегда лучшее предложение от компании georgiev travel увидимся в следующих видео а а а а